Всем привет, на канале Коллега Мастер и это второй выпуск KLM News. Сегодня я вам расскажу про много новинок, много новостей, про Звездные Войны, про Звезду Смерти, ту самую большую, про нее поподробно. Звездные войны вообще я оставлю на самое последнее, на десерт. А сначала начнем с самого интересного. Для меня это Лего Марио. По Марио у нас много довольно наборов. Вот фотография. 71387, 280 деталей, 71388, 252 детали, 71389, 484 детали, 71390, 862 детали, 71391, 3152 детали, 71392, 11 деталей, 71393, 13 детали и 71394, 24 детали. Дальше у нас идет Мир Юрского периода. Вот фотография. 76939, это 4 плюс набор, что 29 деталей, 76940, 198 детали и 76941, 240 детали. Также еще есть 76942, 38 детали. Далее у нас Лего Сити. Лего Сити я перед счастливым буду, потому что серия довольно неинтересная. Вот список, вот фотография, список наборов. Далее у нас идет Лего Майнкрафт. По Майнкрафту у нас 4 набора. Вот фотография. Первый набор разрушенный портал Крисер 16 деталей, башня до небес 55 деталей, современный дом на дереве 909 деталей и мерзость джунглей 489 деталей. Не могу даже представить, что это такое. Далее идет у нас серия Супергероев, там Макисей Бэтмен, влога фотография. 76189, 10 долларов вот стоит, 761940 долларов, 76191, 70 долларов, 76192, 70 долларов, 76193, 50 долларов, 76194, 35 долларов. Далее у нас будет Лего Низяга. Сначала я перед счастливым набором Лего. Вот фотография. Систейн 734 байк Кая, 59 деталей, 71, 739 это транспорт ультрасоник, 729 деталей. И финальная битва на штурмовом корабле, это 71, 749, 147 деталей. Набор звучит довольно круто. Далее у нас идет Ниндзяга, именно фильм, точнее не фильм, именно сериал. Гидроробот Кая, 71, 750, 228 деталей, 71, 752, суббольный амфибий, 356 деталей, 71, 752, атака огненного дракона, 563 деталей, 71, 754, водный дракон, 737 деталей, 71, 755. Храм Бесконечного моря, 1060 деталей, 71, 756 гидром, штурмовой корабль, 1159 деталей. Это были наборы по новому сезону, но некоторые наборы из них нам показали. И сейчас я их перечислю, вот фотографии. Первый набор у нас это Морской бой на катамаранах, 71, 748, 780 деталей. Вот фотография. Моя оценка, 10 из 10, довольно крутой набор, мне очень понравился. Далее у нас идет Байк Ллойда, 71, 745, 183 детали. Неплохой наборчик, маленький и дешевый. Далее у нас идет этот дракон Джубли, вот фото. Это 71, 746, и там будет 506 деталей. Мое мнение, очень крутой набор, я его, наверное, возьму. Дракон выглядит очень круто, но крылья стоило сделать побольше. И последний набор это у нас Деревня Хранителей, 71, 747, и там будет 632 детали. Мое мнение, ну, набор очень слабый, для почти самого большого набора и вообще для храма. Тут же самый храм Безумие по какому-то 12 сезону очень крутой был, мне очень понравился. А вот это, ну, как у себя. Далее у нас идет Гарри Поттер, вот фотография набора. 76, 386, 20 долларов, и в нем будет 217 деталей. 76, 387, 40 долларов, 397 деталей. 76, 388, 80 долларов, будет стоить, и там будет 81 деталь. 76, 389, 130 долларов, 1886 деталей. Я думаю, это будет Хогвартс, одна, ну, следующая часть Хогвартса. Далее 76, 390, будет стоить 40 долларов. В нем будет 274 детали. Далее у нас идут наборы после Чемпионс, там довольно крутые новинки. Там будет 5 наборов. Форс-фотография. Ко-юникс сек, там будет 280 деталей. Тойота, 299 деталей. Макларен, 299 деталей. Шевролет, 512 деталей. И дочери, 627 деталей. Это машинки будут. Ну, там, набор, который 627 деталей, там 500 с чем-то. Скорее всего, какие-то, ну, коночные треки, там будут две машинки. Тойота, я думаю, это будет, скорее всего, Супра. Или какая-нибудь внедорожная от Олета. Надеюсь, я будет. Я надеюсь, что это будет не Супра, а Land Cruiser какой-нибудь внедорожный. Потому что, в спецривенном случае, есть внедорожная машинка, например, был мини-клубер внедорожный, да? Вот, если будет Land Cruiser вместе, я точно возьму. А если Toyota Supra, ну, возможно, посмотрим потом. Курнинг Сек, я думаю, это будет Курнинг Сек-1. Вот такая же. Вот, скорее всего, это вот эта машина, потому что самая популярная. Далее, McLaren. McLaren, я думаю, это будет, если... Вот McLaren веков было много. Speed Champions, и вот недавно Техник вышел, McLaren, сено GTR. Если, причем, что здесь не было этой McLaren GTR, сено, то, скорее всего, вот это сено будет. Если ее не было в Speed Champions, точнее, если она была в Speed Champions, то, скорее всего, будет старая модель какая-то. R-F1, по-моему. А про Шевраля и Додж, я мало чего могу сказать. Додж, ну, предположу, что это была машина Доминика Торетта, не дорожная, по всей моей части, но это вряд ли. Да, и у нас идут тоже супергерои, только этот набор F5. Ну, вот фотография. 76, 189 будет стоить 15 долларов, 76, 181, 40 долларов будет стоить, 76, 183, 70 долларов. Далее у нас идут наборы по крейтеру. Мне крейтер тоже не особо интересен, поэтому вот фото, список наборов. Далее у нас идут набор по Nintendo. Вот фотография этого слива. 71, 395 будет стоить 170 долларов. Далее у нас идут два набора по DC, по фотографии. 76, 239 неизвестный набор. 76, 249 тоже неизвестный набор, но будет стоить 200 долларов, плюс, ну, больше 200 долларов, и будет набор из линейки 18+. Далее у нас идут наборы по Shang-Chi, у вас фотография. Там два набора, 76, 176, это 30 долларов, он будет стоить, 76, 177, будет 40 долларов. Да, у нас идут наборы по манкетке еду, да. И потому что будут наборы по манкетке еду после провальной второй линейки. Первый, если это можно назвать линейками, потому что первая линейка это была полноценная линейка, у нас есть один набор. Это грузовичок Пигги, или не Пигги, а этого, короче, кругля, вот, подсказка, можете посмотреть обзор. И вот фото всех этих наборов. Получается, известно только артикулы и название некоторых наборов. 817, 818, 819 это у нас джет, 820, короче, еще один джет, 822 базы Королевы Пауков, 821 неизвестный набор, 823, грузокоптер команды Мантикида. И далее у нас идет самое интересное на планете вообще в этом году, это звездные войны. В прошлом выпуске я говорил про звездные войны, перечислился наборы, были догадки по UCS наборам, но сейчас я вам расскажу, что на самом деле. Первый набор, который будет стоить 200 долларов по фото, это будет у нас UCS R22, артикул 75308 и выйдет в мае 2021 года. В мнении, в принципе, если это будет измененная версия 2012 года, ну, она будет слаженная более, то я думаю, это будет намного круче, чем прошлая версия. Это будет круто, но я брать не буду, потому что мне не нужна большая версия F2. Для нас идет, пожалуй, почти самый лучший набор в этой линейке и вообще лучший набор за последние. Ну, думаю, 2 года или 3 года точно это с нашелым бракованным паркингом. Вот фотография. Артикул 75314 будет стоить 100 долларов, и в этом наборе будут все члены бракованных парков, и их будет 5-я. Крайне у нас идет набор 75310, это дуэль Асоки и Моу, вот фотография. И он будет стоить 20 долларов, и у меня мнение, что набор крутой, но я их выбрать, наверное, не буду. Там будет Асока и Моу. В принципе, Асока у Асоки у меня нет, пока что, но будет. А Моу у меня он есть, такой же, который там будет. Ну, наверное, я не знаю, но у меня даже грузчик, ну, в 2013 году, Моу. И там будет он примерно такой же, с ногами железными. И с лицом немного изменённым. Дальше у нас идет 75313, вот в Крайне это будет РАП-1. Там будут для них это Хан Соло и Моу Фер. И этот набор будет 150 долларов, это майки РАП-1. Он будет примерно такой же, как в Большой Гольд, но, я думаю, не настолько маленький. Вот, но маленький, это будет как дополнение к линейке маленьких наборов. Типа, как вот, у нас не надо, выходили Тайфайтер и Иксвинг. Далее у нас идет 75369, это камера Дарта Вейдера. Такая обезда будет фотография. Это будет набор 18+, там будут три бень-фигурки. Это Штурмовик, Вейдер и Адмирал Питус, видимо. Да, 75313, это UCS, который стоит будет 800 долларов. И это не звезда смерти, это AT-AT, в котором будет 6000 скидалей, вот точные цифры, я вот здесь напишу. И да, все-таки Сокол остается самым большим набором Лего Стар Ворс. Ну и почти самый большой набором Лего, потому что колесей чуть больше. Ну там чуть-чуть, да, на 2000 деталей. Далее у нас 75311, это штурмовой транспорт Империи, ну штурмовиков. Вот фотография. Больше, будет он стоить 40 долларов. И такой набор уже был. Вот фото, это Battle Pack был в 2015-2016 году, Папа в станции. Но этот набор будет намного больше, я думаю, потому что примерно на штабе на фигурке. Тот был слишком маленький. Вот. В этом наборе будет два штурмовика, гриф карго и один желтый штурмовик, который был в какой-то там, я не помню, в какой серии второго сезона Мандалорца. Помните, он с такой базухой или с каким-то ракетометом стрелял там в Боуфет, в Мандалорца. Кстати, наборок у нас 75316, это у нас будет Мандалориан Файзер, это, ну, то есть истребитель Мандалорцев, вот фотография. И, кстати, у нас была прошлая версия в 2012 году, вот фотография. Прошлая версия в 2011 году. Этот набор по 11 сезону будет стоить на 60 долларов. И он будет не такой белый с синим, как бы упрошь, но он будет, наверное, скорее всего, черный с красным, я думаю. Там будет Бокатан, Гар Саксон и Мандалорский монархист. Да, я думаю, это крутой набор. Гар Саксон, у него, как бы, новый молд, скорее всего, будет, потому что, ну, скорее всего, ну, точно, потому что у него такие рожки там, да. Бокатан тоже новая фигурка, и монархист Мандалорианский, тоже крутой фигуркой, и у него никогда не было. И следующий набор, и последний, это 75315, это легкий крейс Арморфа Гидеона, очень крутой набор, вот фотография. Бурт стоит на 160 долларов, у меня даже есть концепт, точнее, не концепт, а самоделка, вот, самоделка. Там будет у нас Мандалориас, Мандалори... Мандалорец, Карл Дюн, Финнис Шэнк, Мун Гидеон и Тёмных Штурмовиков. И Тёмных Штурмовиков будет два. По-моему, два, не обидел, что было бы, что два их будет. И это очень круто, очень крутой набор, я его точно возьму. Скорее всего, если эта линейка будет до моего дня нождения, то я куплю 100% вот этот фиг-рейсер Мун Гидеона. И, наверное, Мандалорский файтер, хотя, нет, Мандалорский истребитель, не знаю. Ладно, лучше шагу бракованной партии, потому что шагу бракованной партии, мне кажется, там, любите намного эксклюзии, чем Бока-Танго, это, условно, какой-то монархист. Ну, я знаю, что Мандалорский файтер, я вам рассказала всё, что было известно, всё, что появилось новое. Это все новинки, которые стали известны, ну, то есть новинки, в смысле новости, которые стали известны. Там же у меня появился котелок, день и декабрь. Я на него сделала обзор, наверное, хоть он и очень старый, ну, старый, да. У нас ещё нету кубиков новых котелок 21-го года. Получается, какие-то, декабрь-май, да, декабрь-май. Вот, поэтому я получила котелок 20-го года июнь-декабрь. У меня был обзор на старый котелок 20-го года, декабрь-май. Вот, подсказка можете посмотреть. И я на этот котелок сделаю обзор, он очень крутой. Также у меня теперь скоро появится потопарка 501-го региона, да, наконец, 1-й потопарка 501-го региона. Вот, ну, простите, у нас в городе мало этих водопаков, все их раскупают постоянно, потому что, ну, для армии, да. Вот, придёт мне 22-го января, у него будет обзор, извините, 22-го января, да, 22-го января будет у него обзор тут же в январе уже. Вот, поэтому ждите, много будет всего крутого. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Комментируйте, всем удачи, пишите, что думаете про новые новинки, ну, про новинки. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok